Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube «Эхо Москвы в Казани». Я хочу на такую очень в последнее время обсуждаемую тему, поговорить об уважении народа к власти. Тем более, что сегодня ровно неделя, как действует нашумевший закон о неуважении к власти. Есть уже первый факт закона в действии. Вот как сообщало «Эхо Москвы», на днях в Ярославле генпрокуратура добилась удаления новостей об оскорбительном граффити про президента страны. Что же ждет нас дальше? Вот таких фактов станет все больше и больше? Я читал обо законопроекта до их принятия. И закон о фейк-ньюс, и закон о неуважении к власти. Они бездарно написаны на коленке. Пояснительная записка – одна страничка. Тексты законов не вычитаны с лексической точки зрения. Если внимательно прочитать закон о неуважении, там фактически получается, что наказывать будут за уважение, а за неуважение не будут. То есть над этими законами работали специалисты очень низкого уровня. Заключение правового управления состоит из одного предложения. Правовое управление не имеет замещания к законопроекту. И это не кто-нибудь, это Государственная Дума. На мой взгляд, эти законы – большая глупость. Они показывают слабость власти и неспособность власти к общению с людьми. По сути дела, это законы о неуважении власти к обществу. Нужно было быть очень ограниченными и очень обозленными, чтобы принимать такие законы. Закон о фейк-ньюз – это закон о запрете правды. Это же все понимают. Это все понимают. Когда государство официально лжет, то это и есть фейк-ньюз, но это будет признаваться правдой. Мы все помним 70-ю статью Уголовного кодекса РСФСР, антисоветской агитации и пропаганда. И куда мы пришли? Мы вернулись в 60-й год. Я могу сказать, в целом, системно это не будет работать. Но силовые структуры будут отчитываться о том, что они применяют эти законопроекты, защищая в точечных ситуациях, скорее всего, одного человека и, возможно, одну политическую партию. С точки зрения политической, власть понесла очень крупный ущерб, принимая эти законопроекты. И возмущение людей является просто всеобщим. Действительно, очень много было комментариев после принятия этих законов. И публицисты многие высказывали, что не понимают, что же такое неуважение к власти. Понятно, что такое оскорбление, а что такое неуважение. Вы совершенно правы. Вы абсолютно правы. В российское законодательство введен бессодержательный и в этом смысле очень опасный юридический термин. Такая правовая категория, как неуважение, отсутствует в законодательстве. И одним или двумя законами ее невозможно ввести, ее невозможно квалифицировать, как говорят юристы. Соответственно, это зона произвольного, волюнтаристского применения закона. И в этом смысле есть такое понятие в законе неопределенность нормы. Вот неопределенность нормы является признаком коррупциогенности законодательства. Это очень опасная ситуация. На мой взгляд, власти будут использовать оба этих закона как персональную дубинку против конкретных средств массовой информации, конкретных политиков и конкретных активных граждан. Там же есть потрясающая вещь. Фейкнус распространяется на интернет в целом. То есть, средства массовой информации выведены из-под этого закона, потому что для СМИ есть закон о СМИ и есть общая гражданская ответственность СМИ. Но все, что происходит в интернете, вне зависимости, это сайт, средства массовой информации, это социальные сети. Вот выходит газета в свет, она есть на бумажной версии. Бумажная версия газеты не подпадает под закон о фейкнус. А интернет-версия газеты подпадает. То есть, наши власти, это, простите, пещерные люди. У них есть страшное слово «интернет». Это угроза, это источник опасности, это как Кащеева игла в яйце. Все, что связано с интернетом, их панически страшит, потому что как поставить под контроль власть, они понимают. Как поставить под контроль СМИ, как СМИ, они понимают. А что делать с интернетом, который безграничен, беспределен и в режиме реального времени позволяет людям узнавать информацию, они не знают. И поэтому они испугались очень сильно. Они же знают, как они нагрешили. Они понаделались только за последние годы, что их, по большому счету, с точки зрения репутации, их не спасет ничто. И вот они начинают агрессивно защищаться вот таким путем. Наконец, личность сенатора Клишеса, бывшего топ-менеджера Норильского Никеля, с состоянием миллионы долларов человека, часы на руке которого стоят миллион долларов, это же безумие. Это безумие. Люди такого уровня вообще должны думать просто о себе и не представлять себя властью. Но у них случилась большая трагедия. Они перепутали себя и Родину. Они перепутали Родину с собой. Они идентифируют себя и государство. Это большая глупость, которая для них, во всяком случае, точно ничем хорошим закончиться не может. Ну, как вы думаете, будет ли работать вот этот закон на то, что хотели добиться непосредственно власти? Действительно, люди будут бояться, перестанут писать. Вот вы лично, вы тоже очень много пишете. Да, я могу сказать. Вам сейчас страшно? Нет, не страшно. Вы пишете так же или мягче стали писать? Я стал писать жестче. Потому что они меня разозлили. Меня трудно разозлить, но у них получилось. Я думаю, что я не один такой. Я абсолютно уверен в том, просто уверен в том, что те, кто выступал против этой власти, будут продолжать выступать против. Те, кто выступал активно и содержательно, будут выступать более активно и содержательно. Власть ведь показала, что она не может управлять, она не может решать социальные вопросы людей, она не может добиваться социальной справедливости и устранять несправедливость. Она не может нормально расходовать народные деньги, она не может сэкономить деньги так, чтобы не повышать пенсионный возраст. Она не может обеспечить здравоохранение нашей страны, дороги не может построить. Мы последняя страна из развитой двадцатки по числу аэропортов. Вот я лечу не из Пскова в Казань, я еду в Петербург на поезде, в Петербурге сажусь на самолет и лечу в Казань. И авиакомпания «Аэрофлот Россия» летает один раз в сутки, хотя Казань – это тоже столица. И нужно понимать, что власть, которая стала банкротом с содержательной точки зрения, она начинает заботиться о своем имидже. Это одновременно и смешно, и грустно одновременно. Я их не боюсь, и миллионы людей их не боятся. Они допустили с этим законом, точнее, с этими двумя законами, очень большую ошибку. Очень большую ошибку. Ну вот вы говорите о том, что многие люди начнут писать еще жёстче. То есть, получается, мы будем видеть вот эти штабы. Начнут писать более квалифицированно? Нет. Люди будут тоже образовываться и умнеть. Вот я выхожу в эфир и говорю, я не уважаю государственные власти России, потому что они не служат народу России. Попробуйте привлечь меня за эту фразу. То есть, они сейчас получат это неуважение в концентрированном виде. Раньше словосочетание «я не уважаю власть» редко использовалось. Ну вот такое, почти холодное, даже не очень эмоциональное, а теперь оно будет повсеместным. И за это привлечь невозможно, но это оценка. Это личное мнение человека, который отрицательно оценивает политику государственной власти, её качества и последствия. Вот этого они сейчас добились. Они получат мультипликационный эффект с этим законом. То есть, вы считаете, что не будет таких массовых фактов, когда будут людей штрафовать, сажать и так далее? Власть будет примиряться к этим статьям. Она будет учиться использовать этот закон. Она постарается, безусловно, сделать его ещё одним репрессивным инструментом, дубиной против несогласных. Проблема заключается в том, что при этом законе число несогласных станет исчисляться миллионами. А у нас известная ситуация. Если мы собираем на митинг 10 человек, и на митинг приходит 50 полицейских, это одна ситуация. Если мы собираем 100 человек, и на митинге 50 полицейских, это уже другая ситуация. Когда приходит, я про маленький Псков, приходит тысяча человек, и на митинге 100 полицейских, то уже полиция начинает охранять народ. Вот чего они добьются. На ваш взгляд, эти законы вообще имеют право на существование? Либо же их необходимо отменить, либо их можно все-таки как-то переформулировать, адаптировать? У нас есть законодательство о защите чести и достоинства. В том числе есть обширная практика российских судов и европейских судов в этой части. Есть специальные решения, целая серия решений Европейского суда по правам человека, более того, обобщенные пленумом Верховного суда России. И у нас в решениях высших судов цитируется решение ЕСПЧ, где специальными протоколами записано, что лица, несущие публичные функции, действующие в органах власти, отвечающие перед обществом в силу своей публичной позиции, обязаны быть терпеливы и терпимы критике и с уважением воспринимать мнение общества. Это записано в судебных документах не только ЕСПЧ, но в решении пленума Верховного суда России, «Будучи главным редактором газеты «Псковская губерния», я выигрывал суды у политиков, депутатов, предпринимателей, когда газета писала о них жестко критичные статьи, и суды, псковские маленькие суды, в своих решениях писали, основываясь на пленуме Верховного суда, цитируя решение ЕСПЧ по такому-то делу, публичное лицо обязано терпеть. Вот они не хотят терпеть правду. Вот почему появились новости фейк-ньюс, и вот почему появилось неважение государства. Они не хотят слышать правду о себе. Это означает то, что они себя исчерпали, а не уйдут. Как Вы считаете, какова дальнейшая судьба этих законов? Действительно, будут ли они долго применяться? Либо же всё-таки какие-то протестные движения будут у нас в стране против этих законов, и всё-таки власти захотят их отменить? Власти отменят эти законы, когда поймут, что они работают напрямую против власти. Когда это случится? Я думаю, что когда избиратели России начнут приходить на выборы миллионами и голосовать за других политиков, то в Госдуму придут политики, которые внесут законодательную инициативу. Я лично готов внести законодательную инициативу из одного предложения. Закон номер такой-то от такого-то числа отменить с такого-то числа. Всё. Здесь нечего исправлять. Нечего. Тут нет предмета для исправления. В этом законе государственная наглость. Государственную наглость исправлять невозможно. Её нужно ликвидировать. Но вы уже выступили с ответной реакцией. Да. И у вас есть свои инициативы. Расскажи, пожалуйста. Я могу сказать. У нас в Пскове очень бурно обсуждалась ситуация с этими законопроектами. И мы с юристами в Пскове, и мне помогает юрист в Москве, который работает в аппарате партии «Яблоко», подготовили два законопроекта об ответственности власти за публичное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией Российской Федерации правам и свободам человека и гражданина. То есть мы взяли базовый документ, охраняющий права всех 143 миллионов жителей России. Это Конституция Российской Федерации. Её знаменитая вторая глава, которая сейчас является нашей Библией. Это то, что охраняет нас всех. Это наша Евангелие. И взяв этот документ в руки, мы сделали два законопроекта. Первый из которых показывает уровни ответственности. Первое нарушение. Второе нарушение. Третье нарушение. До 30 суток ареста. Кстати говоря, там вводится ответственность, предлагается ввести ответственность из-за высказывания рядового гражданина, уничижающего права и свободы человека. Но там будет несопоставимый масштаб, потому что лицо, несущее функции власти, и рядовой гражданин, это, конечно, разные истории. Но мы вводим одну вещь. Мы предлагаем ввести уникальную инновацию об ответственности публичного лица, депутата, чиновника за принятие, за участие в коллегиальных решениях, которые будут судом признаны неуважительными к правам и свободам человека. То есть мы предлагаем ввести изменения не только в административный кодекс России, но в закон о правительстве Российской Федерации, это конституционный закон, в закон о Государственной Думе и Совете Федерации, и в закон об устростве органов госвласти, субъектов Федерации, что касается в том числе и Татарстана, и Псковской области. Все коллегиальные решения, затрагивающие права и свободы человека. Все голосования по этим решениям должны фиксироваться в протоколе. Позиция каждого голосующего лица – за, против, воздержался, не голосовал, отсутствовал. Чтобы было понятно, что спрятаться за коллективную ответственность, то есть коллективную безответственность, будет невозможно. Именно эта часть инициативы вызовет у власти истерику. Вот вы первые СМИ, которые сообщают о внесении этой инициативы, потому что официально в областное собрание оба этих законопроекта поступят в понедельник, ближайший понедельник, сегодня пятница, то есть ближайший рабочий день, я вернусь в Псков в воскресенье, в понедельник подам оба этих законопроекта. Мы опубликуем подробный релиз, и более того, эти законопроекты будут опубликованы для всеобщего сведения. У меня есть сегодня обращение. Из целого ряда регионов России граждане будут требовать от своих депутатов внести аналогичные законопроекты в свои законодательные собрания, и, может быть, случится чудо. Отличный депутат Госдумы. Ведь мы же вносим законодательную инициативу в порядке 104-й статьи Конституции. Я вношу в собрание как депутат, но только собрание коллегиально принимает решение, вносить ли это в Государственную Думу. Это двухступенчатая вещь. А если отыщется отчаянный депутат Госдумы, он просто выносит это на рассмотрение всей Государственной Думы. Поэтому это будет настоящий законодательный флешмоб. Мы покажем, что есть депутаты, законодатели, которые не согласны с этим правовым беспределом, он на самом деле неправовой. Вот очень важная тема. У нас появились сотни законов в нашей стране, которые не соответствуют праву. То есть право – это то, что защищает человека. Когда закон начинает унижать человека, ограничивать его права, продвигать насилие по отношению к человеку, это антизакон, это антиправо. И вот законы, которые мы сегодня обсуждаем, это неправовые акты, и на них должен был быть квалифицированный жесткий юридический ответ. Вот мы его подготовили, и через трое суток он будет внесен в Псковское областное собрание депутатов. Надеюсь, не только в областное собрание. Но как вы думаете, какая будет реакция? Это будет очень много криков, это будут большие споры юристов в собрании, будет заключение правового управления областного собрания, будет заключение областной прокуратуры, возможно, будет заключение Минюста, а потом будет все Сепсковское областное собрание, которое идет в прямом эфире, транслируется в интернете, и все 44 депутата, помните, как в знаменитом интернете Райкина все 44 бугая смогут высказать свое мнение, и народ будет это слышать, а голосование будет опубликовано. У нас поименно каждое голосование депутата публикуется на сайте областного собрания. В этом смысле власть в Псковской области достаточно открыта, и это не первый год происходит. Поэтому могу сказать, что мы будем привлекать к этому закону максимальное общественное внимание, чтобы власти понимали, что они допустили ошибку, и что это одна из форм реакции, при том, это реакция законодателей. У нас же две функции. Да, мы принимаем законы региона, Госдума и Совет Федерации и президент принимают федеральные законы, но все эти власти, кроме президента, который высшее должностное лицо, все эти власти несут представительскую функцию. Мы не только законодательный орган, мы и представительный орган, и Госсовет, Республика Татарстан, не только законодательный, но и представительный, то есть задача депутатов представлять своих избирателей. И вот такими законодательными инициативами мы представляем своих избирателей и говорим, мы с этим не согласны, это неправильно, это нужно убирать. Но каковы ваши прогнозы? Псковское областное собрание не поддержит этот законопроект, но я буду не один при голосовании «за». Я буду не один. Я думаю, что депутаты от других фракций, не могу предположить, сколько, поддержат этот законопроект. И тогда власти, в том числе в Москве, увидят, что в областном собрании, где один депутат от партии «Яблоко», еще, допустим, 10 депутатов от других партий поддержали этот законопроект. И это уже разрушает тот одноцветный консенсус различных партий, который сформировался в Госдуме в Москве. И это сигнал. Для умных властей это сигнал. Для глупых, но если они глухи, то они не услышат. Но тем хуже для них. Власть обязана слышать людей, в первую очередь несогласных. Иначе она утрачивает легитимность, стабильность и возможность управлять страной. Если говорить о вашей инициативе и о том, что законы должны быть наши гуманны… Законы должны соответствовать праву. Должны соответствовать праву. Да, праву. То кто должен проводить экспертизу вот этих законов? Если, например, допустим, вот ваш закон пропустит, дальше что? Кто должен вот это все контролировать? Смотрите, есть очень много аналитических институтов, работающих на власть. Это вплоть до институтов Академии наук. Недостатка в умных головах в России нет. Проблема в том, что эти умные головы не востребованы. Знания этих людей, таланты этих людей, даже работы, которые они делают, мне приходится взаимодействовать с Советом по правам человека при президенте. Там работают квалифицированнейшие специалисты, доктора наук, одновременно преподающие в Московском государственном университете, в высшей школе экономики, в институтах права, у которых столетняя история. Эти люди пишут очень качественные документы, они дают оценку происходящему, они пишут анализ, они все это представляют властям, и это не вызывает никакой реакции, их перестали слышать. То есть власть опьянена самой властью. Это опасное опьянение, это поопаснее, чем наркотическое опьянение, потому что оно просто не проходит. Люди живут в своей среде, они не видят, что происходит вокруг. Вот эти известнейшие ситуации людей, живущих на 500-600 рублей социального пособия в месяц, кормящихся от земли, людей, которые не могут позволить себе купить никакие лекарства, кроме пятикопеечных, люди, которые не могут заплатить за ЖКХ, люди, которые не имеют возможности нормально одеться. Вот сейчас власти возмутились исследованию Леввата центра, колоссальному, который провел исследование 60 тысяч домохозяйств. Оказывается, треть российских семей не может покупать полноценную обувь. И пресс-секретарь президента Дмитрий Песков потребовал объяснения от ученых, на что они сказали, это 60 тысяч домохозяйств. Это означает то, что люди носят старую обувь, больше, чем срок ее эксплуатации. Это означает то, что зимой они носят холодную обувь или обувь промокающую. Это означает то, что они не могут позволить себе нормальную обувь для детей. Это реальность. И вдруг власти удивляются, а как это? А с чего это? У нас же все растет, у нас же майские указы, у нас же увеличиваются доходы жителей. Это неправда. Ведь уничтожили отдельную службу статистики, подчинили ее Минэкономике. Почему? Потому что Росстат показал падение экономики и падение реального благосостояния людей. Теперь в цифрах все растет, а в жизни все падает. И когда простой рядовой человек, не политик, не гражданский активист, не человек, который постит антиправительственные мемы в интернете, вот рядовой житель включает зомбоящик и видит там другую картину жизни, вообще другую. А у него в его личной жизни, в его семье, с его детьми, в его доме, у его родителей, у его родных все иначе, он понимает простую вещь, государство врет. Вот просто врет и все. И когда человек это понимает, он начинает иначе воспринимать действительность. А когда еще появляются вот такие законы о наказании за правду, за рассказ о том, что в действительности происходит в жизни, это приводит к возмущению людей. И сейчас для нас, для всех, для политиков особенно, это вопрос нашей ответственности за то, что будет происходить с людьми, во что это возмущение выльется. Пойдет ли страна по пути неконтролируемых общественных реакций, что страшно опасно? Это кровь. Это кровь, при том везде, повсеместно, от Калининграда до Сахалина. Либо политики, осознавая свою ответственность перед народом, перед миллионами людей, будут продвигать цивилизованную политику несогласных, и эта политика будет конвертироваться в мандаты депутатов, местного самоуправления, региональных законодательных собраний, госсоветов, Государственной Думы, реформа Совета Федерации, который не представляет никакие регионы. Вдумайтесь, у нас по большому счету в названии Российская Федерация второе слово стало лишним. Мы не федерация. Регионы утратили свой голод, даже такие сильные, как Татарстан. Что говорить о нашей маленькой Псковской области? И за это нужно биться. Эти права не даруются с неба. За них нужно биться. Но сейчас какую картину мы наблюдаем? Люди возмущаются этим законом, сидят дома, возмущаются? Или они все-таки хотят что-то изменить, объединяются, оппозиция объединяется? И что-то мы увидим. Мы увидим людей, выходящих на улицы и площади. В городе Пскове в течение трех недель состоялось два тысячных, то есть более тысячи человек вышли на митинги протеста против строительства химического завода. У нас на общественно-политические митинги столько не выходит. И люди под микрофоны при всех записях всех спецслужб, которые все эти митинги пишут, говорили то, что они думают, в том числе о власти, которая допускает появление в семи километрах от Пскова, фактически в городской очереди химического завода, и люди не боятся. Людей просыпается, это самое важное, чувство личного достоинства, собственного достоинства. С этого начинаются любые перемены в стране. Поэтому мы еще увидим усиление этих настроений, и никакие законы Клишеса, Толстого и кого угодно, эти настроения не остановят. Невозможно это сделать. Невозможно остановить историю. Невозможно. А на ваш взгляд народ должен уважать власть? Народ должен уважать власть, которая работает для народа. Власть должна заслужить уважение. Власть – это слуги народные. Власть получает зарплату из средств налогоплательщиков. Я каждый день помню, что я в Псковской области, работая депутатом регионального парламента, получаю зарплату моих избирателей и налогоплательщиков. Я отчитываюсь за зарплату, но я отчитываюсь за работу. Это должен помнить каждый человек, действующий во власти. У тебя нет никаких своих денег. Есть только деньги налогоплательщиков. Либо ты служишь этим людям, либо ты не слуга народа. Если ты не слуга народа, то что ты делаешь во власти? Уходи. Что должны сейчас сделать наши власти для того, чтобы народ зауважал ее? Включить голову. Пока не поздно. Включить голову и понять, что устройство власти все наоборот. Когда ложь – это правда, правда – это ложь. Когда черное – это белое. Белое – это черное. Когда зло и добро поменялись местами, либо включить голову и спасти в том числе себя, либо уйти и уступить место. Потому что так страна развиваться не может. Вот в связи с этими законами, о которых мы сегодня говорили, вот ваши рекомендации тем, кто много пишет в сети, высказывает свое мнение, как им быть? Не бояться, не останавливаться, показывать, что мы граждане. Мы есть власть. В Конституции Российской Федерации написана фантастическая вещь. Я на одном из сессий областного собрания, у нас есть такой жанр – выступление представителей фракции до начала сессии. Десять минут. В одном из выступлений я три минуты из десяти цитировал Конституцию. Вот. Единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Мне потом писали журналисты, у нас было ощущение, что это запрещенная литература, и сейчас тебе выключат микрофон. Вот до чего мы дошли. Говорить, напоминать, что народ является единственной властью в стране. Кто с этим не согласен – уходите. Вот об этом мои законопроекты. Если вы не согласны с этим – уходите, сначала вас накажут, а потом вы уйдете. Вот об этом. Кстати говоря, я хочу сказать, что сегодня я впервые в жизни в Казани. Впервые. Я только в два часа ночи прилетел. Я увидел город ночью, и сегодня, когда я ехал к вам на эфир, увидел город днем. Мне очень интересен Казань. Те, кто смотрит интернет, знают, сегодня в шесть вечера у нас будет в Казани живая встреча с жителями. Я очень жду людей. И все эти вопросы мы будем обсуждать с людьми на встречах. И хочу сказать, все политики, которые желают работать с народом, будут лично встречаться с людьми. Лично. Итак, сегодня у нас в гостях был Лев Шлоузберг, российский политик, правозащитник, член Федерального политического комитета партии «Яблоко». До свидания. Мирам, большое спасибо. Большое спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо. Персонально ваш.